Семьянин Семейный и душевный фестиваль, потому что то дело, которым мы занимаемся, это вся наша семья. И ферма является семейной. Поэтому и фестиваль решили проводить семейный в русских традициях. На первый фестиваль приехали фермеры со всего Подмосковья, а также представители Восточной торгово-промышленной палаты. Сельское хозяйство в Подмосковье не может развиваться без агротуризма. Это абсолютно два объединенных понятия. Это еще одно направление в нашем уникальном Подмосковье. Мы знаем, что фермеры не могут производить массово в большом количестве, это не может быть дешево. И вот такой вот туризм агро, он позволяет очень многим познакомиться с сельским хозяйством и, возможно, им увлечься, потому что Московская область большая, перспективы развития тоже очень большие. Праздничное шествие «Русская краса девичья коса» стало ярким событием фестиваля. Девушки в сопровождении парней в русских народных костюмах продемонстрировали красоту переплетенных кос. Конечно, коса никогда не выходит из моды. Это всегда красиво. Вспомните сказку про Рапунцель. Это всегда привлекает и противоположный пол, и саму девушку украшает. Конечно, девушки есть красивые и с короткими стрижками, но сейчас, особенно молодые, когда носят длинные волосы, красиво их заплетают, украшают. Это всегда по-особенному привлекает внимание. Мастера и производители из разных городов и деревень Подмосковья представили свои товары на ярмарке, организованной в рамках фестиваля. Мы популяризируем пчелопродукты, пчеловодство, как особую культуру, потому что она может быть красивой, уникальной и, конечно же, должна приносить здоровье в каждом продукте. На главной сцене фестиваля выступили местные артисты, профессионалы провели различные мастер-классы, дети развлекались на игровых площадках старинными русскими играми. Гости с семьями участвовали в конкурсе праздничных угощений. Организаторы фестиваля уверены, что он станет популярным и родным для всех.